Добрый день! Сегодня 21 марта. Результаты зимовки саженцев ежевики инвитро. Осенью они были пересажены в 5-литровые контейнеры. Часть из них зимовала в подвале при плюсовой температуре, а часть в сарае. То есть ком был замерзший. 1 марта я их все извлек из подвала и из сарая и поставил в неотапливаемую теплицу. Результат на сегодняшний день. Вот этот саженец бжезины из подвала. Пошли молодые листики раскрываться. И идут побеги замещения. Вот эта бжезина зимовала в сарае. Побеги замещения здесь более крупные. Ну а почки тоже пошли раскрываться. Но чуть, в общем-то, разница не принципиальная. Тайбери. Зимовал в подвале. Тоже идёт побег замещения. Это прошлогодний лист. Ну, почка тоже пошла. Что это у нас? Логан Берри. Тоже из подвала. Тоже пошли побеги замещения. И почка начинает раскрываться. Блэк Бьют. Хочу сказать, что там из 30 саженцев этого сорта как-то из зимы вышли они не очень хорошо. Побеги засохли. Не на всех, но на многих. Вот. Ну, на этом видно, что побег замещения снизу выходит. Карака Блэк. Карака Блэк. Тоже идут побеги замещения. Этот Карака Блэк из сарая. Вот. А вот этот из подвала. В принципе состояние одинаковое на сегодняшний день. То есть, как бы не принципиально. Я так думаю. Возможно, что корневая у тех, которые зимовали в подвале и побольше, может быть, что-то она там работала. А может быть и нет. Лох Мери. Пока пока спит. Не побегав. Замещения не видно. Причем это на всех саженцах. И почка почка только-только начинает просыпаться. Вот. Вот еще одна бжезина. Она была в маленьком контейнере. Тоже почка пошла. Это из сарая. Несмотря на то, что и объем маленький, и промерзшая была, но вообще бжезина из зимы, на мой взгляд, вышла сам лучше всех. И побеги зеленые. Нет никаких высохших. Вот. И стартанула раньше всех. Агратка. Агратке.